Все начиналось радужно. В конце декабря 2020 года первую прививку от COVID-19 поставило уже пара тысяч жителей края. Сначала прививали исключительно в поликлиниках. Очередь на вакцинацию была расписана на месяц вперед. И с медиками пообщалась. Разное двоякое мнение. Но я считаю, что риск, что пострадает кто-то близкий, это гораздо более серьезный риск, чем какие-то возможные последствия от прививки. Не только для страны дешевле прививать человека, но и для человека. Меньшая проблема для потери здоровья все-таки поставить вакцину, нежели перенести еще с неизвестно каким исходом. Активно вакцинировались люди пожилые. Население среднего возраста размышляло. Росло число так называемых антиваксеров, категорически настроенных против прививок. По их словам, неизвестно, как в дальнейшем вакцина повлияет на иммунитет. Впрочем, прививка оказалась не панацеей от заболевания. Правда, в тот момент наблюдался спад больных COVID-19. К весне желающих привиться стало меньше. Прививочные кабинеты в поликлиниках и мобильные пункты вакцинации практически опустили. А к началу июня начали закрывать ковидные госпитали. В числе первых оказался Новоалтайский. Тогда главный врач говорил, что радоваться рано. Если вакцинироваться люди не будут, осень 20-го может вернуться. Если придется еще раз разворачивать госпиталя, мы развернем и готовы роддом. Я никого не пугаю, но мы вас ждем непривитых. И нам не хочется этого, я вам скажу честно. Мы устали. Столько трупов не видела система здравоохранения в гражданское время ни разу. К слову, закрыли госпиталь всего на две недели. На заседании в правительстве тогда сообщили, что начался резкий рост заболеваемости. Коллективного иммунитета добиться не удалось. Вместо 15 тысяч человек в день вакцинируется всего 2,5. И это чревато. Так вот, спустя полгода мнимого затишья случился скачок числа заболевших. Аж на 20%. Привычный уханьский штамм разбавили новые, британский и индийский. Основные пациенты клиник уже не 65+, а молодежь от 18 до 40. На конец июля в реанимациях края оставалось всего 15 свободных мест. Сейчас в реанимационных отделениях очень много молодых людей в возрасте от 30 до 49 лет, которые не обращались в медицинские организации, занимались самолечением. Врачи по-прежнему заверяют, что среди привитых болеют единицы и рекомендуют вакцинироваться. Население начинает опасаться, что прививка станет обязательной и из-за отказ от укола будут увольнять с работы. Принудительная вакцинация не выход, потому что вполне возможные какие-то схемы будут придуманы. Руководство края вслед за другими регионами принимает решение сделать вакцинацию обязательной для некоторых категорий граждан. А кто-то тем временем просто покупает фальшивый сертификат. Власти констатируют, к осени привить 60% населения не удалось и неизбежно наступает четвертая волна. В сутки фиксируют более 500 заболевших, смертность бьет все рекорды. В конце октября в Бийском ковидном госпитале 65 человек находятся на аппарате ИВЛ. Те, кому удалось пойти на поправку, уверяли, что изменили мнение о болезни. Скажите, вы прививались от коронавируса? Нет, не прививался. И пожалел, что не прививался. А теперь после выздоровления пойдете? Да, пойду. Но там через полгода нужно ведь. Да, пойду. Обязательно пойду. Однако ажиотажный спрос на пункты вакцинации случился вновь лишь после того, как в регионе решили ввести QR-коды на посещение мест массового скопления людей. С начала ноября торговые центры и фудкорты опустили. Кто-то называл QR-кодирование нарушением конституционных прав человека, кто-то одобрял. Ну, решили, что так будет лучше. В принципе, мне несложно было. Я, на самом деле, прививался и до введения этой меры. Поэтому, что касается ограничений, бизнесу тяжело. Здесь, конечно, печальная история. А мне, как обывателю, хуже от этого не стало. Между тем, вакцинировать от коронавируса скоро будут и подростков края. Разумеется, с согласия родителей или самого ребенка, если ему уже исполнилось 15. Продвинулись и в плане получения QR-кода людям с антителами, но без вакцины. Январь 2022 ознаменуется именно этим событием. Из положительного к концу года суточный прирост числа заболевших в регионе начал постепенно снижаться. Медики констатировали в крае более миллиона вакцинированных. А между тем, вирус ковида продолжает мутировать. Новый штамм омикрон покоряет и российское пространство. Врачи утверждают, что спутник ВИИ новый штамм нейтрализует в 90%. Правда, последствия его шествия по нашей стране еще предстоит оценить уже в 2022. Татьяна Голубева, День Столком.